А теперь давайте вместе! Русский военный корабль, иди на! Да-да, вы правильно поняли. Сегодня речь пойдет именно за этот крейсер, маршрут которого известен абсолютно всему миру. Крейсер «Москва» — опора и защита военных кораблей России. Просто флагманище Черноморского российского флота. Утонул. Окончательно. Бесповоротно. Быстро. Больно. Правда, только для России. И навсегда. Я Олег Борисов, и эта программа «Давайте проверим». В этом выпуске я расскажу, как пропагандистские СМИ врали о судьбе крейсера «Москва» и что на самом деле с ним случилось. Она утонула. Первые сообщения о проблемах с крейсером «Москва» появились 13 апреля. И параллельно тому, как корабль наполнялся водой, информационное пространство начало наполняться ложью о его судьбе. Изначально в Министерстве обороны России сообщили, что на корабле случайно сдетонировал боеприпас. Но оно сохраняет плавучесть и будет отбуксировано в порт. Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован. Причины пожара устанавливаются. Но буквально в этот же день пришлось признать, Москва затонула. Мол, буксировали как могли, но там шторм, волны, в общем, ничего не получилось. Ракетный крейсер «Москва» затонул при буксировке в порт. Как рассказали в Минобороны, это произошло во время шторма. Из-за серьезных повреждений корпуса корабль потерял остойчивость, накренился и не смог вернуться в состояние равновесия. Правда, насколько мощным был шторм, можно увидеть на вот этом фото или же на вот этом видео, которое сделали те, кто пытался отбуксировать судно. Соответственно, взрыв был мощным и корабль получил сильное повреждение. Но остается открытым вопрос. Это кто-то туда кинул бычок, из-за которого сдетонировали боеприпасы? Или все же к этому причастен «Нептун»? Ройтерс со ссылкой на высокобставленного чиновника США сказал, что крейсер «Москва» действительно был поражен двумя ракетами «Нептун». Эту версию в интервью новой газете «Европа» подтвердила и мать моряка, которого эвакуировали с корабля. Сын сказал, что крейсер был подбит суша, с украинской стороны. Просто так пожар бы не произошел. Есть погибшие, есть раненые, есть пропавшие без вести. Он не звонит и плачет от того, что увидел. Это было страшно. Понятно, что не все выжили. Пытались своими силами потушить пожар после того, как в крейсер попали тремя ракетами «Нептун». А вот на федеральном телеканале топовый российский пропагандист Владимир Соловьев рассуждает, как же так могло случиться. Кстати, при этом не отрицая попадания украинских ракет. Объясните, как вы смогли его потерять? Вы мне объясните, какого черта вы оказались именно в этой точке Черного моря в это время? И мне не важно, что произошло. То ли две ракеты «Нептун», как говорят украинцы, и с каких это пор боевой корабль боится ракетного удара, когда у него стоит комплект, позволяющий ему бороться с такого рода ударами. Что, что-то было неактивировано? Хорошо. Даже удар двумя ракетами. Возник пожар боекомплекта. А что у вас противопожарной системы? Объясните мне, пожалуйста. Дело в том, что этот флагманский боевой корабль в первую очередь предназначен для защиты с неба. То есть защищает от ракетных ударов. Но от них же он и ушел на дно. Всего хорошего. Но если серьезно, то все же интересно, как «Нептуну» удалось поразить цель. То есть в идеальных условиях, там идеальная ровная вода, чистый горизонт. Но примерно на расстоянии 25 километров крейсер «Москва» уже должен был увидеть летящую на него ракету. И должна была включаться как-то противовоздушная оборона. Тот же комплекс С-300, который есть на крейсере «Москва». Но это в идеальных условиях. В условиях волн, особенно высоких волн, особенно в условиях шторма, тут, конечно, все сильно усложняется, потому что сами волны, они создают много шума на радаре ПВО. Лишившись такого корабля, Россия терпит имиджевые потери. Потому что любая версия затопления бросает тень не только лишь на российский Черноморский флот, но и на всю армию. Это также большой финансовый удар. Ведь стоимость судна оценивается примерно в 2 миллиарда долларов. И самое главное, стратегическое поражение. Ведь он защищал от ударов другие судна из корабельной группировки и мог помочь при высадке десанта в Одессу или Николаев. А теперь это сделать будет сложно. Затонувший корабль. А, вот она, пиратская посудина. Кстати, а вы видели этот мультик? Он создан еще в далеком 1973 году. Но уже тогда мультипликаторы предсказали будущее. Что некий Нептун будет смотреть на затонувший корабль с символикой Z. Все ясно. Фашистский эсминец. Ну, а откуда ты знаешь? Читал. Фашистский эсминец обозначались буквой Z. Кстати, сейчас этот мультик пытаются отовсюду удалить. Ведь там озвучена правда, которая, ой, как не нравится некоторым персонам. Я просто в бешенстве. Куда в итоге отправился русский военный корабль, мы разобрались. Даже в мультике уже показали. Ну, а что там с экипажем? Вы не поверите. Но по версии российских СМИ... Потерь среди членов экипажа ракетного крейсера «Москва» нет. Все моряки были вовремя эвакуированы. А спустя несколько дней в социальных сетях появилось первое сообщение о гибели члена экипажа крейсера «Москва». Пост был про мичмана Ивана Вахрушева. Его опубликовала его жена. Смерть мужа она подтвердила журналистам схем и рассказала еще о пропаже 27 человек. Постепенно также начали появляться и другие сообщения. «Сообщили, что весь экипаж эвакуирован. Это ложь. Наглая и циничная ложь. Мой сын-срочник и, как мне сообщили непосредственные командиры крейсера «Москва» среди погибших и раненых, не числится и внесен в список пропавших без вести. Срочник, который не должен был принимать участие в боевых действиях, числится пропавшим без вести. Ребята, пропал без вести в открытом море?» Жительница Крыма Юлия Цивова рассказала BBC, что ее 19-летний сын Андрей служил на флоте как матрос срочной службы после крушения крейсера «Москва», числится в списке пропавших без вести. А вот, например, мать 20-летнего срочника Никиты Сыромясова, Анна, рассказывает изданию агентства, что никто и не говорит, что случилось с ее сыном, который служил на Москве. «Новостей никаких нет. Объехали два госпиталя, в списках нет. Власти молчат, не хотят ничего говорить. Мы звонили в часть, подробной информации не дают. Мы просто не знаем, что нам делать и куда еще стучать». И это далеко не единичный случай. Всего набралось 9 таких сообщений. И только после 22 апреля в Минобороны России решили все же признать, что один моряк погиб, 27 пропали без вести. В это же время спасли 396 человек. Цифры могут быть, конечно, неточными. Кроме того, неизвестно о раненых, а такие есть однозначно. В этом уверены эксперты, которые анализировали данную ситуацию. Основываясь на анализе фотографий, по моим оценкам, там присутствовало около 90 офицеров и прапорщиков и 130 рядовых. Конечно, некоторые члены экипажа могут быть ранены, но мы можем быть уверены, что некоторые погибли. Кроме того, поступали сообщения о том, что некоторые из них были эвакуированы турецкими или другими судами из третьих стран. Но сколько бы мы с вами не обсуждали, запомните одно. Русский военный корабль навсегда ушел на... Ставь лайк этому видео, подписывайся на наш канал и помни, то, что показываем мы, по российским каналам не покажут. С вами был Олег Борисов и программа «Давайте проверим». Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok